Чтобы вырастить такие помидоры, крупные, хоть и зеленые, нужно много трудиться. На своем садовом участке Наталья Адамчук, автор проекта «Забота без границ», проводит мастер-классы по садоводству для людей с ОВЗ из клуба «Надежда». Кому-то достается лейка, а кому-то лопата. В досуг у нас мы собираем овощи, выращиваем их. Но, конечно, не все ребята могут работать руками. То есть и ноги у них не подвержены. Но, по крайней мере, мы стараемся привлечь. То есть если у человека руки хорошо работают, значит в этом направлении мы работаем. То есть делаем иван-чай, отжимают у меня ребята чай, форматируют. Кто-то работает тяпкой, кто как может. То есть им это нравится. Даже если мы собираемся не только именно работать, то собираемся как семья, просто поговорить. Машину с пандусом для инвалидов начинающим садоводам выделяют дважды в неделю. Эти встречи используют с пользой. Много общаются, делятся кулинарными рецептами, обсуждают музыку, книги, фильмы. Вылазки на природу особенно ценят. Труд облагораживает. Природа хорошая после нашего городского воздуха. И просто интересно посмотреть, как что растет для нас городских. Ведь тоже не у всех есть огороды, не у всех есть где-то в чем-то, если у кого получается помочь в чем-то. А так в основном все познавательно. После трудовой вахты вместе пьют чай. Наталья Домчук проводит мастер-классы и делится опытом. Сегодня, например, рассказывает, как заваривать полезный Иван-чай. В проекте примерно 25-30 человек. Досуг подбирают по интересам каждого. На данный момент для меня вот обременительный. А когда раньше я была более-менее, так сказать, я и огород поливала и полола. В общем, это было для меня не очень. У родителей огород был, я им помогала. А сейчас, так как передвигаюсь я уже двумя опорами, это обременительно. А так, в первую очередь, конечно, это движение. Инвалидам из клуба «Надежда» хочется встречаться чаще, проводить время активнее. Для этого нужно собственное помещение. С этим пока проблемы. Чтобы выбить финансирование под социальную реабилитацию людей с ОВЗ, руководитель проекта регулярно обращается к городским властям и планирует участвовать в грантах. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Так, Артур, ты верну?